Привет, ребята! Так, у нас идут торги. 82 ставки. Давайте обновим, посмотрим, что сейчас на аккаунте. 84 ставки. Последние 5 минут дополнительные. Вот моего первого лота, который я выставил на аккаунте Виолити. Как видите, 76 человек следит. Я думаю, много кто пришел с рекламы, кто-то пришел из видеоролика. И сейчас вот эта функция 5 минут, она определяет, собственно, кто и получит данный лот. В данном случае это монета Луганского станкостроительного завода. 95 года я рассказывал про эту монету. И на самом деле, когда я начинал свой канал, именно эту монету я бесплатно разыгрывал для своих подписчиков. Когда только-только у меня было 300 человек. Это было еще весной. А этой весной у меня будет ровно год каналу. Что я хочу в этом ролике показать. Показать, за сколько будет продана эта монета. И рассказать про небольшой сюрприз для того, кто победит в данных торгах. Потому что я кое-что придумал. Не анонсировал, никому не говорил. Давайте посмотрим, что сейчас. 1075 гривен. У нас, видите, каждые 5 минут продлевается данный лот. Вот. Что я бы хотел вам рассказать. Во-первых, по поводу этой монеты. Монета. Тираж у нее заявлен 52 тысячи. На самом деле, представьте себе, когда монета уходит в оборот, какое количество монет теряется. Я об этом говорил уже в прошлом ролике. По каместе я не знаю, каким образом можно посчитать, какой реальный тираж остался этой монеты, которая не разъехалась по другим странам, не потеряна по регионам Украины. Потому что события у нас очень такие стремительные в стране происходили и происходят сейчас. И конкретный тираж данной монеты мы сейчас не можем посчитать, потому что огромное количество времени уже прошло. Это, можно сказать, самая первая монета, которая попала вот такая вот в оборот. Мы не будем считать пробные 1 гривну 1992 года, потому что она очень совсем редкая. Эта монета встречалась вот в обороте. Конкретно данная была найдена из оборота. Ну, у меня ко мне она попала из-за копилки, которую я показывал на своем канале. Давайте посмотрим, нет ли там каких-то вопросов. Да, ну вопросов тут новых не появилось. Давайте посмотрим. 3 минуты, 1080 гриви, 86 ставок. Посмотрим на участников, которые участвуют. Они не знают, что победитель получит еще кое-какой сюрприз от меня. Ну, давайте дождемся, посмотрим, кто же будет лидером данных торгов. 3 минутки до завершения данного лота. Я, кстати, у меня на аккаунте я разместил, показывал, что 2 лота. Вот, можем посмотреть, продать. Активные. У меня стоит 2 лота. Это гривна 1995 года. И второй лот, это швейцарские часы. На них, видите, небольшой резерв я поставил. Ну, посмотрим. Может быть, уберу. В зависимости от активности. Это швейцарские часы. Довольно редкие. Кстати, в перчатке у меня, кто спрашивал, черные перчатки. Это тоже компании Edex. Довольно эксклюзивные. Мне подарил представитель магазина. Швейцарские часы. Там 1800 какого-то года создан был данный бренд. И довольно прикольный. Ну, посмотрим, как еще один день торгов идет. Сколько они наберут. Доберут ли они до... Обычно в последние минуты идет торг на аукционе за конкретные лоты. Вообще, если вы хотите продавать на Виолите или на других аукционах, постарайтесь сделать хорошую фотографию. Если есть возможность, сделать видео. То есть, там, своими силами. В этом деле, главное, хороший просто свет. Если свет хороший, то ваша фотография будет нормальная. Если вы, конечно, не на тапочек снимаете, а на что-то такое, более-менее хотя бы телефон какой-то. Почему сейчас рост идет монет Украины? Особенно вот таких вот первых, 95-го года, 96-го. Это связано с тем, что на самом деле у нас очень молодая страна. История ее пишется фактически вот при нас. Те события, которые происходят. И вот эти монеты, которые сейчас вроде как ничего не стоят, очень дешево стоят. Но сейчас, конечно, поднялись по цене. Они фактически первые в настоящей истории. Вот такой вот. Мы не берем там 1918 год, когда у нас были еще бумажные деньги. Мы не берем какие-то монеты Киевской Руси. Не берем, как говорится, гривны киевского типа. А вот современной Украины в том проявлении, как она сейчас есть, это реально первые деньги. Вот по становлению денежной единицы, вот эти первые-первые деньги украинские, они будут иметь значение в коллекционировании, в нумизматике. Я уверен, потому что действительно это вещи, которые фактически происходили и происходят сейчас. В любой момент, на самом деле, может закончиться аукцион. Не знаю, до скольки доберет. Как появлялась вот эта одна гривна? Значит, особенность того, чеканки данной монеты, разработки начались еще с 1993 года. Но проблема в том, что не было технологии изготовления, скажем так, изготовления инструмента для нанесения надписи на гурте. То есть проблема была такая, что нужно было каким-то образом правильно нанести на гурт надпись. При этом не деформировать монету, чтобы она была читабельна. Ну что ж, я думаю, одна минута осталась. Возможно, именно тот, кто поставил сейчас эту ставку, получит данную монету. О, кто-то добавил 5 гривен. Ну, значит, у меня есть еще 5 минут, чтобы вам немножко рассказать. В тот момент, когда была проба инструмента, почти все монеты чеканились на пуансонах, которые получили из Англии 1992 года. И когда пробовали надписи на гурте, как раз получалось, что монета 1992 года, а гуртовая надпись там 1994 или 1995 года. То есть, если такие монеты встречаются на аукционах, они это не подделки, а действительно пробные монеты, которые были чеканены для испытания того, как нанести правильно гурт. Ага, прикольная цифра. У нас 4 единицы. По данным книги Люлько, в феврале 1995 года был изготовлен первый пуансон Аверса монеты с датой 1995 года. И началась пробная чеканка монет с этой даты только в 1995 году. Это у нас в феврале пробная чеканка. А в марте 1995 года Национальный банк уже получил первые гривны с датами 1995 года на гурте. И они были выполнены 3 точки, потом 1995 и мелкий шрифт был. Но данные монеты, там где с 3 точки 1995 и 1995 и опять 3 точки, они не подходили. Проблема была в гурте, что довольно часто были не про чеканы букв на гурте. И это очень важно, чтобы качество было хорошее. То есть нельзя было выпускать монету, в которой на каких-то монетах гуртовая надпись глубокая есть, на каких-то монетах гуртовой надписи вообще нет. Давайте обновим, посмотрим. 116 гривен. И с 7 сентября 1995 года главный инженер утвердил, что нужно подключить к работе другое бюро. Скорее всего исследовательское. Это бюро номер 40, в результате чего это исследовательское бюро и конкретное ГЛИД разработал новую конструкцию плашки. И предложил изготовление пуансонов более широкой обводки кантом. Как только увеличили вот этот вот более широкий кант, начали получаться надписи более качественные. И отличие какое, что более-более крупный шрифт был на данных монетах. Так, давайте обновим, посмотрим, что. 131 гривна. Друзья, я бы хотел вам сказать, что у меня есть телеграм-группа, в которой можно, во-первых, слушать мои аудиоподкасты. Я рассказываю про то, как проходят встречи нумизматов, про тенденции на рынке нумизматическом. Иногда я общаюсь с нумизматами, которые уже по 30, по 40 лет занимаются этим делом. И они мне рассказывают какие-то секреты. Я вот в этих подкастах делюсь. Пока видео не записываю для более широкой аудитории, если вы хотите получать какую-то такую уникальную информацию, обязательно подключайтесь. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Что у нас? Осталось 2 минуты 136 гривен. Так, кто же сейчас лидирует? Ага, вот есть лидер торгов. Спасибо большое всем, кто зашел и поставил ставку. Ребята, спасибо, что смотрите канал, что участвуете и меня поддерживаете. Мне очень приятно. Хочется еще больше делать полезного, классного контента. Я обещаю, что по максимуму выложусь, чтобы для вас мой канал был действительно интересным и познавательным. Если у вас есть какие-то вопросы, вы обязательно пишите мне в комментариях. Я всегда стараюсь отвечать или в комментариях, или в Телеграм. Ну, больше всегда просматриваю, читаю все комментарии, друзья. Так что спасибо, что пишете. Давайте посмотрим. Осталась минута. 136 гривен данный. 1136 гривен, понятно, где я. Еще хотел бы сказать, пока есть несколько секунд, что есть у меня группа в Инстаграм. Подписывайтесь, я здесь тоже пощу какие-то интересные штуки. Вот в Харькове я недавно нашел очень прикольное место, в которое можно приносить, может быть, я сниму о них ролик, приносить, отдавать вещи в подарок. И там иногда можно покупать. То есть там вещи можно раритетные купить. Если у вас что-то дома есть, вы можете отдать. Они все заработанные деньги передают на благотворительность. Итак, давайте вернемся. Что там, 15 секунд. 1136 гривен. Итак, мне кажется, все. Сейчас закончат торги на данной монете. 3, 2, 1. Лот продан. Давайте посмотрим. Все, лот продан. Итак, друзья, какую новость я хотел сказать, что победитель этих торгов, во-первых, получает именно эту монету, которую я сфотографировал, которую вот здесь выставлено и снят на нее видеоролик. И человек купил ту монету, про которую целых 2 сюжета на моем канале. Это уже удорожает стоимость данной монеты. Это раз. К этой монете я сделаю подарок. Я также дарю монету 1996 года. Потом монету 2004 года. 60 лет у нас освобождения Украины. Это с медальками, кто так знает. Потом я подарю монету 2005 года. 60 лет победы в Великой Отечественной войне. Я подарю монету 2010 года. 65 лет победы. И 2012 года финальный турнир чемпионата Европы по футболу. Вот такой вот будет от меня бонус тому, кто победил в данных торгах. Я искренне поздравляю. Ну, друзья, вот такой вот у нас был аукцион. Вот такой вот эксперимент. 78 человек следило за данным лотом. 1136 гривен данная монета была продана. И подарки я подарю. Спасибо всем, кто на меня подписан, кто смотрит. Отправлю монетку, отпишусь человеку. Ставьте лайк, если вам понравились торги. Если вам понравилось, как я оформил данный лот. Постараюсь что-то еще выкладывать интересное на данном аккаунте. Возможно, еще какие-то монеты. Всем хорошего вечера. Подписывайтесь на канал.